На этой неделе в Китае проходит едва ли не первый в этом удивительном году автосалон. Ввиду известных ограничений выставку трудно назвать международной, но мировые премьеры на ней есть. А главное, есть новинки, уготованные и российскому рынку. За чередой новостей из Китая не потерялось сообщение о новой, маленькой, но красивой стратегии марки Mitsubishi, которая покинет Европу ради сокращения расходов. А вот Кия и Хёнде только расширяются. Корейцы официально предлагают купить законсервированный завод GM в Петербурге. А новый минивэн Кия Карнивал станет еще более глобальной моделью, чем прежде, и неожиданно вернется в Россию. На автосалоне в Ченду Хавейл выпустил третье поколение своего бестселлера, модели H6. Это для справки самый популярный паркетник в Поднебесной. Принимая этот факт, авторы нового образа не решились на дизайн-революцию. И только инженеры и технологи получили полный карт-бланш. Поэтому новинка готова удивить свежей платформой. Ее главная особенность – обширное применение алюминия. Элементы из крылатого металла есть и в конструкции кузова, но какие – Хавейл не перечислил. Зато китайцы похвастались закупками высокопрочной стали. Из нее отштампованы три четверти кузовных деталей, что должно благотворно сказаться на пассивной безопасности. В конструкцию платформы и кузова сразу заложена возможность гибридизации. Хотя поначалу на рынок выйдут чисто бензиновые версии. Плюс автомобиль теоретически готов стать автопилотом третьего уровня, но этого пока тоже не будет. Здесь и сейчас есть подросшие габариты. Теперь шестерка догнала конкурентов, в число которых входит Toyota RAV4. А чтобы перещеголять соперников, Хавейл получил 12-дюймовый экран медиасистемы, виртуальную приборку и 10-дюймовый проекционный дисплей. Также имеется новейший двухлитровый турбомотор, отдачей 224 силы. Но базовой осталась менее мощная полторашка. С обоими движками готов работать 7-ступенчатый преселектив. Привод – передний или полный. В Китае третий по счёту H6 появится до конца лета. В России перспектива туманная. У нас только-только со сцены сошёл кроссовер первого поколения. А второе мы даже не видели. Тульский завод Хавейла вполне может освоить новинку, но через год-другой. На свежей хавейловской платформе вдобавок появилась другая модель – кроссовер Dago. И если его формы вам кажутся смутно знакомы, не удивляйтесь. Кузов рисовал Фил Симмонс, до этого трудившийся над новым лендровером Defender. Технически большая собака, как переводится Dago, повторяет модель H6. Но есть исключения. Несмотря на приключенческую внешность, пока машина предлагается только с передним приводом и полуторалитровым мотором. Об экспортных перспективах Хавейл пока молчит. Не обнародовано даже экспортное название латиницей, ведь имя Dago выбирали пользователи китайского мессенджера WeChat, и пишется оно иероглифами. Хотя ностальгические ретро-мотивы и брутальный стиль наверняка придутся по душе не только жителям Поднебесной. Еще одну модель в ностальгическом стиле компания Great Wall приготовила не для Хавейла, а для другой своей премиальной марки Уэй. Новинка отчасти похожа на Dago, но технически это совершенно другая машина. Не кроссовер, а внедорожник – родственник рамного Хавейла H9, только компактнее. Никаких цифр марка не называет и заглянуть в салон не дает. На автосалоне в Чэнду машина стоит за тонированными стеклами, а рендер интерьера опубликован отдельно. Предположим, что число 300 в названии – это признак конкретной модели. Два иероглифа перед ними переводятся как «танк», и это намек на новое семейство, ведь марка Уэй до сих пор занималась только кроссоверами. Технически о машине известно мало. Под капот поставят двухлитровый бензиновый турбомотор, которому придется работать с восьмиступенчатым автоматом или десятиступенчатым роботом. Обещан честный полный привод, а главное – все три блокировки дифференциалов – передняя, межосевая и задняя межколесная. Большая редкость даже в мире настоящих внедорожников, а уж в Китае и вовсе неслыханное дело. Среднеразмерный Хавейл F7 выпускается в России всего год и даже на родине дебютировал два года назад, но уже заслужил первый рестайлинг. Снаружи изменений немного. Взгляд выхватывает разве что новый, усложненный рисунок решетки радиатора вместо прежних ячеек. В салоне изменены материалы отделки и обновлена медиасистема. У нее новый софт и увеличенный с 9 до 12 дюймов экран, ради которого пришлось перекомпоновать переднюю панель. От стрелочных приборов китайцы решили отказаться вовсе. Теперь там только дисплей на 7 или 12 дюймов. Напомним, что в России пока что цифровая 7-дюймовая приборка полагается только топ-версии Хавейла F7. Базовый полуторалитровый мотор не тронут, а старший двухлитровый в Китае будет мощнее. Российские версии сейчас дефорсированы соответственно до 150 и 190 лошадиных сил. Изменится ли мощность наших кроссоверов после модернизации и будет ли вообще Хавейл вносить какие-либо изменения в производимые подтулой машины, пока неизвестно. Китайская марка GAC сообщила, что среднеразмерный кроссовер GS5 получил одобрение типа транспортного средства и осенью выйдет на российский рынок. Попутно мы узнали, что наш дистрибьютор официально называется GAC Motor Rus. Именно так аббревиатуру произносят и российские пиарщики, а значит и нам ничто не мешает называть марку GAC. Технических сенсаций не случилось. Полуторалитровый мотор для России лишился прямого впрыска и сбросил три десятка лошадиных сил, зато потребляет 92-й бензин. Привод строго передний, а вот коробки передач в сертификате указаны две. Это шестиступенчатая механика собственного производства или шестидиапазонный автомат Aisin. Поставлять машины к нам будут с родного завода в Гуанчоу, где кроссовер выпускается уже два года. Компания Mitsubishi после долгой паузы опубликовала среднесрочный план развития под названием Small But Beautiful, то есть маленький, но прекрасный. За два года предстоит урезать затраты на 20%. Отредактируют маркетинговые стратегии, оптимизируют производство. Новые разработки синхронизируют с партнерами по Альянсу, то есть унификация между моделями Mitsubishi, Renault и Nissan станет глубже. Вдобавок японцам предстоит отбросить неликвидные рынки и сосредоточиться на Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, Таиланд и Филиппины. Менее важными для марки назначены Австралия, Африка, Ближний Восток и Южная Америка. Из Европы Mitsubishi уходить не торопится, но вывод новых моделей отменен. Логично предположить, что европейские продажи будут свернуты, как только у нынешнего модельного ряда истечет срок годности. Домашний японский рынок тоже остается за скобками развития. Россия в новой стратегии вообще не упомянута. Наряду с Индией наша страна окрашена невнятным серым цветом. Российский офис надеется работать по-старому, без революций и сокращений, предлагая новинки по мере их появления. Благо, график уже известен. Первым делом японцы модернизируют кроссовер Eclipse Cross, а в начале 2021 года предложат следующее поколение Outlander, которое разделит платформу с кроссовером Nissan Rogue. Но самым богатым на премьеры должен стать 2022 год. В матрицу новинок заложены новое поколение пикапа L200, внедорожника Pajero Sport и компакт-вена Xpander. Если заглянуть дальше, то после 2023 года должны появиться два кроссовера. Один из них будет полноразмерным, что позволяет надеяться на возрождение бренда Pajero. Mercedes-Benz полным ходом готовит самую главную новинку этого года – S-класс серии W223. И пресс-служба уже многое рассказала об этой машине. Например, мы уже знаем, что прежде единую плоскость передних дисплеев разделят на двое. Вдобавок S-класс получит новую медиасистему, где управление большей частью функций, включая климат-контроль, переложат на сенсоры. Благодаря тактильной революции салон потеряет 27 физических кнопок. Следующая часть подробностей касается ходовой и безопасности. По первому пункту заявлено полноуправляемое шасси. Клиент сможет заказать либо умеренный вариант, когда задние колеса поворачиваются на угол больше 4 градусов, либо с доворотом на 10 градусов. В итоге длиннобазная версия развернется на пятачке радиусом лишь около 5 метров. Активная гидропневматическая подвеска запитана от 48-вольтовой электросистемы и научена управлять каждым колесом отдельно, компенсируя неровности рельефа. Кроме того, хитроумная система готова приподнять кузов за долю секунды до бокового столкновения. В этом случае силу удара во многом примут пороги и днища, что снизит риски получения травм пассажирами. Кстати, у сидящих сзади появятся свои фронтальные подушки безопасности. Еще одну, центральную подушку, установят между передними креслами. О моторах мы знаем только то, что старый двигатель V12 еще поживет. Но костяк гаммы составят рядные шестерки из современного модульного семейства. Киа ударными темпами обновляет модельный ряд. Нынешнему минивену «Карнивал» исполнилось всего 6 лет, что совсем немного по меркам класса. Но ему на смену уже приходит нечто новое. Не просто минивен, а Grand Utility Vehicle, то есть большой утилитарный автомобиль. В новом формате этот Киа стал похож на кроссовер. К такому восприятию подталкивают четко выделенный капот, мощные колесные арки, колеса огромного размера и некрашенные накладки по низу кузова. Сдвижные двери оснащены не только электроприводом, но и датчиками срабатывания. То есть автоматически откроются перед любым, у кого есть ключ. Сама машина стала несколько крупнее и вмещает 7, 9 или 11 человек. У богатого семиместного варианта во втором ряду стоят раздельные кресла. Высший представительский шик, откидные подставки для ног. На комфорт пассажиров заточены отдельная зона климат-контроля и съемный охлаждаемый ящик. На спинках передних сидений установлены экраны медиасистемы, а в каждом ряду по переговорному устройству. Водитель же видит перед собой практически новый Sorento. Во всяком случае, архитектура передней панели точно взята от кроссовера. Это безошибочно угадывается по двум 12-дюймовым панелям. Хотя дизайн все-таки свой. Кстати, от Sorento минивену досталась и платформа, но полный привод пока не заявлен. В список моторов включены два двигателя, но за пределами Кореи наверняка будут и другие агрегаты. Эти пределы будут широкими. В список стран, где появится новинка, включена даже Россия, откуда модель сбежала еще во втором поколении 10 лет назад. Правда, на родине бус появится уже через месяц, а нам придется подождать минимум полгода, а то и дольше. Российская дочка компании Hyundai Motor решила наращивать производство. Сейчас собственный завод под Санкт-Петербургом работает на пределе. В прошлом году при заявленной мощности 230 тысяч машин удалось выпустить на 15 тысяч больше. Впереди грандиозные планы. Под Санкт-Петербургом уже строится моторный завод, а контрактной сборкой автомобилей Hyundai, Kia и Genesis занимается калининградский автотор. Теперь производственная дочка Hyundai подала федеральную антимонопольную службу запрос на покупку законсервированного завода General Motors в Шушарах. В свое время американцам он стоил около 300 миллионов долларов, но сегодня готовая площадка для производства и сборки машин по полному циклу стоит примерно в 10 раз меньше. Простаивающим заводом интересовались многие, но до финала, похоже, дойдет только Hyundai. Если FAS одобрит сделку, мощности корейцев достигнут 350 тысяч машин ежегодно. Российский офис марки Skoda предложил новое оснащение для четырех моделей из пяти. Так, кроссоверу Karoq в качестве опции достались виртуальные приборы, а в топовой версии Style отныне заявлены продвинутая медиа-система Balero, камера заднего вида, а также система выбора ездовых режимов. Kodiaq также перешел на мультимедийку третьего поколения, которая имеет функцию Smart Link для беспроводного подключения гаджетов. В свою очередь у Superbo появились камеры кругового обзора, отдельная кнопка для включения омывателя камеры заднего вида, плюс разъем для видеорегистратора. Небольшие доработки коснулись даже лифтбека Skoda Rapid, который вроде бы только-только пережил большое обновление. В простой комплектации Active внедрён центральный подлокотник спереди, а в список опций добавился датчик усталости водителя. А ещё Karoq, Kodiaq и Superb обзавелись двухспицевыми рулями. Такая баранка впервые появилась как раз на посвежевшем Rapid.